ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Нас вызвали. Пойдём? Пойдём. Александрова Елена Борисовна, Александров Евгений Геннадьевич. Есть такие? Да, это мы. Это он, а это я. Проходите. Вы не передумали? Нет. Нет. Вы в браке сколько лет? Двадцать лет. Двадцать лет выкинутой жизни. Евгений Геннадьевич, вы не возражаете против расторжения брака? Я нет. Детей в браке нет. Мне к сожалению. К сожалению. Он вдруг об этом начал сожалеть. Собственность в браке? Квартира. Семьдесят четыре квадратных метра. Садовый участок. Шесть соток. Машина. Форт Фокус. У вас есть договорённость о разделе имущества? Есть. Всё остаётся мне. Евгений Геннадьевич, вы согласны? Да. Ладно. И пусть выпишется из квартиры в течение месяца. А ему есть куда выписываться? Мне это не касается. У меня есть квартира. От мамы осталась. Мама умерла давно. Это квартира по завещанию. И вы не против туда переехать? Что ж делать? Что ж делать? Оставил службу и сидит страдает. А что страдать? Ну, судимость. Кому это мешает деньги зарабатывать? У нас полстраны с судимостью. Ничего. Работают. У вас судимость? Да. Условно. В части ЧП было. Это как-то влияет? Нет, нет. С пятнадцатого октября две тысячи двенадцатого года ваш брак считается расторгнутым. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Такие, как ты, армии не нужны. Так что, вали отсюда! Жень, ну, ты сам понимаешь. Кириенко! И чтобы бойцы у меня сегодня же были! Ты документы из части забрал? Забрал. Ну, так собирай чемоданы и выматывайся отсюда. Неужели так мешаю? Мешаешь? Но ты мне всю жизнь испортил. Я из-за тебя работать не пошла по специальности. Я, я ребёнка не родила. Я за границей ни разу не была. Нормально не отдыхала. Чтобы ты свою карьеру делал. А ты в сорок пять подполковник. Позорище. Другие эту должность в тридцать получают. Дослужился бы до полковника, потом бы уходил. Тебе же Квасов обещал. Так нет! Я тебе говорил, что я не могу там больше. Я тебе объяснял, что я там не могу больше, Лена! А нафига мне твои объяснения? Да что с тобой говорить? Ты только так, с виду мужик. А на самом деле ни рыба, ни мясо. Лена, ключи оставить не забудь. Бросишь в почтовый ящик. Ты показания на него дал? Духа не хватило. Я тебе так скажу. Нету твоей вины. Понимаешь, нет. А нет, и ладно. И не рви себе душу. Может и нет. А может и есть. Ты пойми, это армия. Как на войне. А в армии всяко бывает. Да мне лучше скажи, чем ты в Покровске заниматься собираешься? Да там с работой полный голяк. Да я не знаю. Вообще-то я там сто лет не был. Но сейчас приеду, осмотрюсь. Может, что надумаю. Давай-ка так. Решай свои дела в этом Покровском. Там делать все равно нечего. А у нас производство. Мужики нужны. Здесь адрес, телефоны мои. Держи. Не думай. Приезжай. Спасибо, а я приеду. Давай. Спасибо, спасибо. А я знаете, правда приеду. Спасибо. 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 Игорь Александров, это ты, что ли? Я. О, Господи. Лидка. Слушай, я совсем с ума сошел. Смотри, вон, тетя Вера идет. Молодая. А маму уже три года нет. Я не знал. Ну, конечно, Жень, ты не знал. Уехал черти куда, ни ответа, ни привета. Слушай, я бы тебя на улице увидела, не узнала. Вон. Ну, здравствуй, подружка моя. Здравствуй, друг детства. Здравствуй. Прямо не верится, что это ты. Я смотрю, вон, здесь-то все так же, как в детстве. Знаешь, Лид, я сейчас, наверное, к себе там обустроюсь, а вечером, может, зайдешь, тогда посиди. А, да, Жень, хорошо, только тебе к себе сейчас не попасть. Пойдем, я тебе ключи дам. У меня свои есть, Лид. Нет. Пойдем, пойдем, Жень. Пойдем. На, Жень, держи. Три раза квартиру взломали. Сначала замки вскрыли, дверь заколотили. Ну, они потом дверь сломали. Не нашли воров-то? Да, конечно, нет. Полиция приехала, опечатала и все. Хозяина нет и говорить не с кем. Понятно. А ломать-то зачем было? Пластинки он мамины. Разбили. Пластинки он мамины. Разбили. Жень, ну, что ты удивляешься? Ты уехал, а дом без хозяина не живет. Ну, вот приехал. Да. Мне веселое возвращение получилось. А ты надолго? В отпуск? Я Лид квартиру продам и уеду. Служба? Нет больше службы. На пенсии я безработный. А семья? И бессемейный. Ну, сто лет поздно уже. Пойду я к себе, наверное. Жень, подожди. Там же сначала убрать надо. Давай я тебе здесь на диване постелю. Можно? Ну, конечно. Слушай, а бабки-то, соседки, они же видели, что мужика пустил. Расстрезованят, наверное. Да я уже сама бабка Женя. Ты-то? В каком смысле? У меня двое внуков в Брянске живут. Да ты что? Ух ты. А муж? Похоронила. Год назад. Сначала мама умерла, потом он. Я вот одна осталась. У тебя вон внуки. У меня даже детей нет. Женька, ты ж мужик. Ты до ста лет женихаться можешь? Нет. Я все. Я с этим завязал. Ольга, ну чего трясешь-то? Да не тряси. Она же и Кать будет. Вот, Бестовыч, у меня дочь. Ой, не гневи Бога, Надежда. Он какую девочку выродила. Красавицу. Да. Вся у меня. Внучки все бабки. Да уж, это-то точно в тебя горластая. А кто это у нас нарисовался? Здрасьте. 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 Дверцу не откройте. Ага, пожалуйста. А вы к кому? Черт к себе. Как это к себе? А че это за новости? Слушайте, а может быть он из пятой квартиры? Жилец? Одинокий, не знаешь? А ты че, что к себе что ли примеряешь? Не молодоват ли для тебя? А я Ольгу хочу пристроить. Сейчас я за старого пойду. Разбежалась. А че он ведь? Ну нет, поглядите на нее. Вот сонная тетеря. А ведь разглядела. Здрасьте. 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 Кто там? Это из жилищного сервиса. Проверяем батареи. Здрасьте. А мамы нет. А, я знаю. Мне… Я из Жека. Батареи. Мне войти надо. Привет. А тебя как зовут? Принцесса Маргарет. Так прямо зовут? Да. А что ж ты, Маргарет, посторонних-то домой пускаешь? Дома-то есть кто? Брат. Ну раз брат, тогда другое дело. Девушка, так а… А у меня-то будете батареи давлять? Позже. Позже. А из какого сервиса-то? Из жилищного. А кто это у тебя там? Брат. Иду. Иду. Елки-палки. Брат, я думал, действительно брат. Что ж ты чужих людей домой-то пускаешь? Значит так, пока мама с папой не придут, закрывайся на ключ и никого не пускай. А они вернутся, я с ними поговорю. Мой папа – рыцарь ночных дорог. Хорошие соседи. Рыцарь, принцесса. Давай, будь умницей, принцесса Маргарет. Приятно познакомиться. Пока. Ой, ног нет. Вообще, километров сто, наверное, на работе сегодня. Намотала. Потому что ходишь вон на высокий каблучищик и проститутка. Ой, тетя, не начинай. Надоело. Слушай, тебя мать сюда ко мне прислала под мой присмотр. Понятно? Да помню я, помню. Хочешь пирожок? Не на вкусно ты. Мы, между прочим, по тарелкам не собираем. Свежие, с кухни. А, спасибо. К нам новый жрец приехал. Мужчина. Да. Женат. Он прям так сразу же и сказал. Я говорю, человек свободный. Как, говорит, Светка из ресторана вернется. Пусть ко мне бежит, я на ней жениться буду. Угу. А он в какой квартире? В пятой. Не заперто. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ваша соседка. Меня Светлана зовут. А вас? Евгений. Добро пожаловать в наш дом. Я поставлю? Ой. Ну и квартира-то вам досталась в ужасном состоянии. Она мне не досталась, она моя. Я родился здесь. Да вы что? А я здесь недавно живу, поэтому вас и не знаю. А вы кто по профессии? В военной. В отставке. А я администратором работаю в ресторане. А вы угощайтесь. Я сама пирожки не ем. Не я пекла. Вот взяла для соседей угостить. И узнала, что вы приехали. А вы откуда будете-то? Служил под Питером. Да вы что? Здорово. А у меня дядя служил в Норильске. Так там вообще не сахар. Климат ужасный. У его жены началась какая-то аллергия. Ну, не знаю, может на дядю, конечно. Ну, в общем, жена его вынуждена была уехать. Теперь живет в Сочи. К Олимпиаде готовится. Вот. А ваша жена когда приедет? Я разведен. Ну, добро пожаловать в наш дом. Вы у нас будете единственным мужчиной. Почему? Да, потому что у нас одни женщины живут. Бабульки, мамашки с детьми. И я. Я, наверное, долго-то не задержусь. Я хочу побыстрее закончить ремонт и продать квартиру. Да вы что? Ну, так быстро? Нет, ну… Ну, может быть, вам понравится здесь? Нет, у меня другие планы. А вы угощайтесь. Ну… Тогда я буду вашим агентом. Вы знаете, у меня очень большой опыт. Да, я несколько лет назад работала помощником нотариуса. И знаю все законы. Друзьям помогаю с недвижимостью и вам по-соседски помогу. Только вот надо квартире товарный вид-то придать. Окна все портят. Ну, у меня просто руки не до шеи. Я вымою. Ну, не мужское дело-то. Я завтра приду и все помою. А потом лучше меня никто окна не моет. Спасибо вам, Светлана. Спасибо большое. Да, до свидания. А, ну, тогда до завтра, Евгений. Да. Привет, Жень. Привет. Здрасте. Здрасте. А я ваш сосед. Мама! Ага. Привет. Тихо-тихо. Я сейчас скучусь. Вот так. Вы бы сказали своей дочке, чтобы она не открывала тут посторонним. А то приходили какие-то из жилищного сервиса. Ну, мало ли. Посмотрите, все ли на месте дома. Спасибо, конечно. Нас скрасить нечем. Заходи, сходи. До свидания. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. Привет, Лариса. Привет. Вот. Как обычно? Ну, да. С уведомлением. Продолжаешь бороться? Не надоело еще? Не надоело. Так. В Москву про прокуратуру. Тебе хоть отвечают? Ну, да. Я им пишу про одно, они мне отвечают про другое. Вот видишь как. Бросила бы ты это дело. И сидела бы спокойнее. Не могу. Зная поступать несправедливо, я буду с этим бороться. Несправедливо? А где ты видела эту справедливость? С тебя сто рублей. Ну, все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло. Владимир. Здравствуйте. Это Александров. Мы с вами ехали вместе в купе. Помните, вы мне обещали… Да, на ты хорошо. Да. Ну, обещали помочь с работой. Скажите, это все в силе? Понял. Чтоб с понедельника уже выйти? Хорошо. Да. Буду. Буду обязательно. Спасибо большое. Все. Все. Договорились. Да. До свидания. До свидания. Тук-тук-тук. Хозяин дома. У вас дверь открытая. Я вошла. А, ну я все никак замок не брежу. Проходите. Вы знаете, я со старой квартиры занавесочки нашла. Но вы же сказали, что продавать будете. Должно быть все красиво. Я окошечки помою и развешу. Да нет. Ну, неудобно как-то. Простите. Я… Ну, правда неудобно. Ну, я же риэлтор. Лицо заинтересованное. И я люблю заниматься домашними делами. Евгений, помогите мне. Ой! А вы с бабоньками-то с нашими еще не успели познакомиться? Да нет, еще я как-то постеснялся. Да вы что? Тут тот еще зоопарк. В общем, Женька. Женька, вы ее знаете, вы ее видели. Она где-то в пионерском возрасте застряла, так и до сих пор не может выйти. Бабушка на первом этаже живет одна больная. В общем, учительница бывшая. А напротив Зоя Григорьевна. Так к ней сестра из Петербурга, Людмила Григорьевна, приехала. Свою квартиру в Петербурге сдает, а сама у сестры живет на всем готовом. Хорошо устроилась. Правда? Ну да. А еще есть Надежда. Бабка такая шумная-то вообще. Вы представляете, она на рынке работает, а дочка у нее Ольга от одноклассника родила. Так одноклассник тот бросил ее, и теперь Надежда и за мать, и за отца, и за мужа. Ну вот. А еще Лариса есть, она на почте работает. Ну вы ее тоже видели. В общем, теперь только одна я. Евгений, идите сюда. Да. Помогите. Как говорится, в активном поиске. Хочу семью хорошую, настоящую. Я, я за мусором. Точнее, вынести мусор. Евгений. Да, быстро она его к рукам прибрала. Ха-ха. Да. Ну вот посмотрите. А она уже там. Все. Пропал мужик. Если Светка за него взялась, живым не уйдет. Ха-ха-ха. Эй, пенсионерки, не стоим расходимся. Ничего интересного. Ха-ха-ха. 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 Когда свадьба? Не приставай ты к человеку, а. Молодец, Светка. Вот хватка у бабы, а. Не то, что у моей тетёхи. Сосед, ты не торопись. У нас тут еще кандидатура имеется. А можно с вами посидеть? Принцесса Маргарита. Маргарет. Прошу прощения, Маргарет. Я присяду? Да. А что это у вас здесь? Трон. Ух ты. Подожди. Это что, стекло, что ли? Да. Так. В песочнице мы больше не играем. Это же стекло, Маргарет. Где ты его насобирала-то? Тут. Тут. Это все твои? Да. Мне вот та вот нравится больше всех. Блондинка. Как звать-то её? Это Элизабет. А. Вот она мне больше всех и нравится. Блондинка на троне. Правда, с головой нет, как всегда, не все в порядке. Она дешевая, быстро ломается. Значит, надо брать подороже. Мне это нравится. Такое бывает. Ты на качелях любишь качаться? Люблю. Но их мальчишки сломали. Ну и что такого? Мальчишки сломали, мы починим. Да, Маргаретка? Да, Маргарет. Окей, Маргарет. Маргарет. Уберите руки от моего ребенка! Не подходите больше никогда. Понятно? Чего ты, мама? Идем. А чего вы с тобой разговариваете? Мы просто разговариваем. Бабы чокнутые. С ума все посходили. Здрасте. Здравствуйте. У меня в Долипецке. Один. Плацкартный. На этот четверг. Хорошо. Это какое число у нас? Двадцать шестое. Угу. Угу. Спасибо. Угу. 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 Я ему говорю, а? Евгений, я… Ну что, так и даже и не поговорили. Так получилось, Лит? Литя, ну ты хоть звони. Светлана, вот… Ключи. И деньги на расходы, на всякие. Объявления. Не знаю, что. Что, уезжаете? Я до места прибуду. Пришлю номер телефона свой, чтобы были на связи. А как же я? Я к вам просьба большая. Вы цены не завышайте сильно. Потому что я хочу, чтобы квартира как можно быстрее продалась. Мне очень жаль, Евгений, что вы уезжаете. Ого, полиция. Добрый день. Третья квартира здесь? Здесь. Так, девушка, мы и вы тоже. Обойдёмте с нами. Я? Будьте понятыми. А я-то чё? В какую они квартиру пошли? К Женьке? Опять что-нибудь дотворила? Ну да. Такая непутёвая. Мама, а что они ищут? Марусь, я не знаю. Есть. Нашёл. Монетая, прошу сюда. Монетая, прошу сюда. Деньги. Да вы что? Это не моё. Разберёмся. Одевайтесь, порадёмся с нами. Я вам говорю, это не моё, это мне подкинули. Разберёмся. Одевайтесь. А дети с кем останутся? Раньше об этом надо было думать. Малыш, я вернусь с ним, Осю. Лиза, не смей, присмотри. Присмотрю, Жень. Куда это? Детей оставьте, я за ней присмотрю. Куда маму повезли? Тогда вы вот здесь вот распишитесь. Да, конечно, давайте. А органы опеки с вами потом свяжутся. Хорошо, хорошо, давайте. Это что происходит-то? В чём дело? Жень, да вот видишь, какая-то ерунда. Я просто ничего не понимаю. Не беспокойтесь, маленькие. Сейчас маму привезу. Ну что, на работе украла пакет с документами и деньгами? Света, что ты за чушь-то говоришь? Ну чё чушь-то? В квартире у неё нашли. Да не может такого быть, ну что ты, а? Нет, ну врану украла. Ну нужно взять и спрятать по-нормальному. Надежда, ну вот ты-то хоть глупости не говори. Ну не говори, тем более при детях. Жень, слушай, ты извини, ты видишь, какая у нас тут ерунда творится. Ты давай, ты поезжай, а то на поезд опоздаешь. Ну ты не пропадай, ты пиши, звони. Пойдём. Я маму буду ждать. А мы сейчас ко мне пойдём, телевизор включим и мамы там подождём, да? Слушайте, мне кажется, я… Пойдите. Слушайте, вы куда-то собирались? Ну уезжайте. А все показания в письменном виде завтра, с девяти утра. градусов… Ну, отлично, порядок. Там же из мёдзика! Ну, поешь, Марусечка! Я маму подожду! Я маму подожду! Ой! Ой! Ну, слава Богу! Мама! Мама! Женя! Мама! Мама! Здрасте! Привет, принцесса! Ты чего вернулся? Билет потерял или забыл что? Забыл! Ну, и что ты забыл? Леня, пойдем спать! Подбросили ей пакет, Лид! Кто? Ну, вот женщина эта! Кто уж там за ней стоит, я не знаю! В общем, я сдал билет! И завтра буду разбираться! Ну, давай, проходи! Там все белыми нитками шит, Лид! Подставить ее хотят! А я смотри, какая-то уж больно подозрительная! Понимаешь, сразу глаза бросилась! Что-то не то думаю, не чисто! Маргарита, помнишь, тетя приходила к вам? Помню! Угу! Как ты ее назвал? Ну, принцесса Маргарет, это ж Маргарита! Вот ведь у нас фантазерка растет! Она Маруся, а брат ее Леня! Так ты Маруся, что ли? Да! Ну, что, принцесса Маруся, тоже красиво! Нет, не красиво! Ох ты, Маруся! Дяде Жене сказки рассказываешь, а он и верит! Женя — это моя мама! Женя — это я, между прочим! Понятно? Женя — это моя мама! Ну, ладно, ладно! Хорошо, буду тогда Евгением! Хотя нет! А я буду принцем Евгения! А? Ты не принц! А кто? Ты король! А-а-а! А можно ли королю налить чаю? Королю нужно налить чаю! Угу! А когда мама придет? Мама Марусь завтра придет! Я пойду и договорюсь обо всем! И мама ему завтра выпустят! Я тебе обещаю! Ты мне веришь? Верю! А-а-а-а! А-а-а! А я и говорила, сиди тихо и живи спокойно. А если его поставят? Куда детей? Да, подожди судить. Ленечка, пойдем погуляем? Здрасте. Так вы ведь вроде уезжать собирались? Отложил. Стоятельства, извинились. Пойду Светку обрадую. Солидный какой в форме-то, а? Прямо мужчина. Не тратьте время. Ваши показания все равно ни на что не повлияют. То есть как это не повлияет? Как не повлияет? Я ж свидетель. Я пакет этот видел. Я описать его могу. Еще десять человек, которые у подъезда стояли. Что с того? Пакет у нее нашли? У нее. Понятые были? Были. Все. Пойдет под статью. Это ж вот так просто, что ли? Не разобравшись, у нее двое детей. И потом, она, она никогда в жизни ничего такого, никогда не совершала. Откуда вы знаете? Начнем расследование. Может быть еще что-нибудь найдем. Да елки-палки, ты вообще, ты слышишь меня или нет? Я ж тебе говорю, что подбросили ей. Приходила женщина какая-то. Сказала, что из жилконторы. Я там был. Я в лицо ее запомнил. Я помню время, помню… Это все бездоказательно. Значит так. Я вот сейчас все, я сейчас все вышесказанное излагаю письменно. Отдаю тебе, а ты официально все это оформляешь по закону. А потом мы с тобой уже разбираемся, что доказательно, что нет. Давай бумага. Бумага давай. Хорошо. Пишите. Только если действительно хотите помочь Бойцовой, договоритесь сначала с потерпевшим. Иначе только хуже сделаете. Светка. Светка. Что случилось-то? Светка. Вернулся. Твой военный. Как вернулся? А че не знаешь? Не знаю. Только знаю, что форму военную надел и пошел куда-то. Ой, слава тебе Господи. Значит надо действовать. Такой шанс бывает только раз. Все. Бегу отпрошу с работы. Спасибо. Алло. Владимир? Приветствую, Владимир. Это… это Александров из Покровска. Мой приезд откладывается. Дней на семь, на десять. Да, обстоятельства. Но я все решу и отзвоню сразу же. Нет-нет, все остается в силе. Договорились, да. Лады, лады. Здравствуйте. Здравствуйте. Как хорошо, что вы вернулись. Я клиентов нашла на квартиру. Так быстро? Да. Я назначила просмотр на семь часов. Ну, может быть, сразу обо всем и договоритесь? Ну, ладно. Ну, да. Ты чего звонишь? Детей разбудишь. Спят уже, что ли? Ну, конечно. Че-то, а я, а я им вкусненького. Маруся тебя ждала, 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 ждала. Но у принца Евгения, видать, дела поважнее. Голодный. Пошли. А че это будет? Солянка. На, режь. Ножик дай. Слушай, представляешь, столько времени убили из-за зря. Светлана договорилась с клиентами. Просидели, прождали, они позвонили, все отменили. Что за народ такой необязательный? С клиентами на квартиру, что ли? Ну, да. Ой, Жень, что-то я сомневаюсь. Морочит она тебе, наверное, голову. А че бы она просидела со мной два часа тогда? Дурака ты, Александр, доверчивый. Лидка. Я в полицию сегодня ходил. Да, ну и что с Женькой? Скажи, что есть только один вариант. Если договориться с потерпевшим, чтобы он забрал свое заявление обратно. Я просто не уверен, что это сделает. Чем она ему так насолила, эта ваша Женька? Знаешь, Женя, наверное, она что-то про него знает. Женька ж, она такая принципиальная, понимаешь? Она борец за справедливость. Я ей говорю, ты эти свои принципы-то оставь ради детей. Она говорит, не могу. Я уважать тебя перестану. А уважением-то детей ты не прокормишь, правильно? Как знать, Лидка? Может, она и права. Но все равно, как ни крути, придется идти разговаривать с этим потерпевшим. Контора ее где находится? Покажешь мне потом? Ну, покажу. А если не договоришься, что делать будешь? Я даже не знаю. Не знаю, Лид. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасте. Вы ко мне? По какому вопросу? Я по вопросу... Евгении Бойцовой. А вы кто? Я подполковник ракетных войск. Александров Евгений Геннадьевич. Я не вижу связи. Нет. А почему тут Бойцова? Вы и кто? Родственник. Нет у нее родственников. От откуда вы знаете? В анкетах обычно такого же не пишут. Или вы, может, пытались узнать, можно ли на нее всех собак повесить? Так вот, осечка вышла. Нельзя. Евгения мне позвонила. И я бросил в Москве все свои дела. Вот приехал. Так что будем разбираться. Значит так, уважаемые. Лучше уходите по-хорошему. Или я охрану вызову. Не надо охрану. Я просить пришел. Пожалуйста, заберите свое заявление из полиции. Денис Олегович. Вы же знаете, что ничего она не воровала. Вы же сами подослали ей эту. С пакетом. А у Евгения двое малых детей. Она мать. С ней так нельзя. Послушайте. Во-первых, я никого не подсылал. Это раз. Во-вторых, она воровала деньги. Выводила со счетов. Все понятно. Ну и что, много наворовала, что ли? Что же она нищая, как церковная мышь? Я смотрю, вы по-хорошему не понимаете. Но я же как с человеком пришел с вами поговорить. Мне не о чем с вами разговаривать. Мужчина. Хотя какой ты молодую женщину в тюрьму сажаешь? Подставил ее? Все купил, да? Человек. Да ремот, а не человек. Мужчина, дома дверью будете хлопать. А здесь люди работают. Простите. Простите. Пройдите сюда. Да я... Пройдите сюда. Пройдите сюда. Это кто? Че смотришь? Я тебе скажу. Это твой главный бухгалтер. А теперь скажи мне, что твой главный бухгалтер делает, шляясь по чужим домам в рабочее время, а? Денис Олегович, я не знаю, этот человек утверждает, что я... Молчать! Значит так, я под присягой готов подтвердить, что это была она. Вот с этим самым пакетом. Это была она. И фотографию я сделал. Вот в этом самом телефоне. Со спины, правда, ну через окно я сделал фотографию. И второе. У меня есть все документы на вас. Вот все то, что знает Женя, это все у меня есть. Поэтому сегодня же я позвоню своему юристу, адвокату, в Москву. И он вскроет все ваши делишки. Понятно? В тюрьму хочешь? Будешь сидеть. Оба будете сидеть. И ты, проверяющица, несчастная. И не несчастная. Будешь несчастной! На коломе знаешь, сколько батарей? Проверять устанешь. Я надеюсь, дорогу в полицию ты не забыл. Так вот, чтобы сегодня ты пришел и забрал свое заявление. А то все мои друзья приедут из Москвы. И мало тебе не покажется. Понял? Это я тебе гарантирую. Что делать-то, Денис Олегович? Кто знал, что у нее просто вник объявится. Жень, ну хватит уже, а? Лид, я не знаю, что делать. Слушай, я попер на него, как сумасшедший, как, как черт в меня вселился. Лид, слушай, я его начал пугать компроматом, друзьями своими московскими. А у меня ж не компроматы этого нет, то есть не друзей. А что, если он не заберет заявление обратное? Давай ешь. Ничего. Что-нибудь придумаем. Да что мы придумаем-то, Лид? Ну, придумаем что-нибудь. Не хочу есть. Ну, Женя. Ну, не хочу, Лид. А он там что-то говорил, вроде, что родни у них нет совсем. Ну, да. Женька, аж она дедоновская, приехала сюда с Урала к двоюродной бабке. Она пока не померла, Женька за ней до конца дней ухаживала. Знаешь, чуть ли не на руках носила. Лид? Угу. А дети-то от кого? А дети у нее, Женя, от законного мужа Витя Бойцова. А где он? Да здесь. Живет в центре. Гаишник-озяточник. Женьку бросил, женился на дочери местного начальника. Понятно. Значит, у детей есть отец. А тебе-то что? Ничего. Бойцова! На выход! Да. Отпускают тебя? С чего отпускают? Ну, давай быстрей. Забрали заявление. Подпишись и свободно. Это мне? Это тебе. Здрасьте. Здрасьте. А вы что здесь делаете? Не, я просто… А ваш… Ермолаев, он заявление забрал. А я боялся, честно говоря, что не заберёт. А почему он его забрал? Вы что ему не обещали, а? Я ничего не обещал, я просто попросил. Врёте. Врёте. Такие, как он, на просьбы не реагируют. Потому что он вор и мерзавец. А вы знаете, чем он занимается? Нет. Я вам скажу, чем он занимается. Деньги, которые на строительство в детской больнице выделили, он фальшивому конкурсу выиграл. Потом за границу переправил. А вы перед ним унижались, да? Небось на жалость давили, что я мать, у меня дети. Я же ничего этого не знал. Так какого черта вы лезете, а? Если вас не просят. Вы хоть понимаете, что я бы на суде сказала правду? Был бы скандал. Хоть какой-то шанс что-то изменить. Люди бы узнали, какой беспредел здесь происходит. Да вы же могли бы в тюрьму посадить. А мне плевать. Я в детдоме выросла. Я тюрьмы не боюсь. Как же дети? Может быть, у него связи в Москве? У меня в Петербурге были очень большие связи. Были связи, да быстро развязались. Ну, на тебе. Нет, я отказываюсь с ней общаться. Смотрите, дёрки. Евгений Иванович, ну какой же вы молодец. Спасибо вам, что вы за девочку вступились. Она же сирота. Да. Да что, ничего такого, господи. Вы знаете, у нас же мужчин в доме нет и заступиться за нас некому. Выгонят на кладбище и поминай, как звали, ну. Погоди, не об этом речь. Спасибо вам, что Женьку вытащили не за неё, так за детей. Да хватит, ну дарись, я сказал, всё нормально. Знаете, а говорят, вот где родился, там и пригодился. А может быть, у нас тут с вами жизнь-то и наладится, м? Ты чего, принцесса Маргарть? Принц Евгений, я тебя люблю, ты мою маму спас. Маруся, домой. Тётя Нин, мой дома не знаешь? А то чё-то свет не горит. А кто же такой, твой-то? Мой настоящий полковник. Убьюсь, но замуж за него выйду. Я, конечно, в этом ничего не понимаю. И, по-моему, он вовсе не полковник. А мне без разницы. Три звёздочки, пять. Не по вкусу. Я тут поваров попросила, посмотри. Наготовили всего. Сегодня снова буду квартиру показывать. Кому нужна его квартира-то? В нашем доме её никто не купит. Но ты только ему об этом не ляпни. Он-то не в курсе. Да надо. Ну, мне надо как-то время потянуть. Ну, чтобы он привык как-то ко мне. А то он прям как мальчик какой-то. Все смущается. Другой божьи руки сто раз распустил. А этот глаза вниз опускает. Ну вот, попросил сегодня повариху нашу. Придёт к восьми, изобразит покупательницу. Ну, надо же что-то делать, чтобы он ничего не заподозрил. Да. Светка, ты аферистка. Да. Спасибо, я вам завтра позвоню. Ага. Хорошая квартира мне понравилась. Спасибо тебе, Верка. Хороший мужик. Слушай, я сама знаю. Пока. Пока. Ну что, всё получилось? Да. Да, очень здорово. Слава Богу, что у мамы документы все в порядке были. А скажите, я же вам должен какой-то процент от сделки. Да что вы, Евгений. Ну, давайте не будем об этом. Ну, как не будем? Вы знаете, я на работе одну вещь забыла. Уже темно, вы не проводите меня? А. Провожу. Ну, пойдёмте. Евгений, ну что же. Я тут подумал, может, всё-таки мы… Здрасьте. Добрый вечер. О, ты смотри, лиса, вцепилась не оторвать, а? А мы б не вцепились. А если б помоложе были. Здравствуйте. Я это спросить хотел. Я квартиру тут продаю. Вроде как покупатель нашёлся. А сколько в таких случаях агенту почитается процентов? Комиссионных? Наши агенты получают от трёх до пяти процентов. Ага, от трёх до пяти. От чего зависит? Если квартира в хорошем доме, легко продаётся, то и процент меньше. У вас адрес какой? У меня заводской четыре. Заводской четыре. Сейчас, подождите. Это двухэтажный дом. Ну да. Так он же в аварийном состоянии. Под снос идёт. Вам по нему даже технический паспорт никто не выдаст. Как под снос? Дом ваш расселяют. Маневренный фонд. Так это что получается, что моя квартира, она единственная в этом доме приматизированная, что ли? Нет. Ещё у Ларисы. Из неё же слова не вытащишь. Она уже свою квартиру городу продала, а мы и не знаем. Ну если и продала, то за копейки. А нас всех выселят в какую-нибудь деревню в маневренный фонд. Вот и всё. А ты прямо говори, что не в маневренный фонд, а в баракии. Да вы то что волнуетесь? У Людмилы квартира в Ленинграде. В Ленинграде моя квартира? А у сестры должно быть своё жилье. Ну вы здесь очень хорошо пристроились. Вам то какое дело? Моё дело. Я здесь дочку родила и внучку. О, что за шума, драки нет. Лидка, дом то под снос. Я с тобой радость уделю. Квартиру продаю, понимаешь? Она молчит. Александров, ты со мной ни в чём не советовался. И я в твои дела не лезла. Квартира-то у тебя приватизирована. Продать её, наверное, можно. А остальное тебе всё твой агент должна была рассказать. А кто у нас агент? Светка. Светка? Да она кому хочешь голову заморочит. Точно. Вот это всё могла мне сказать? Могла? Подруга называется. Женя, Женя, ну подожди. Ну подожди. Ну ты же сам сказал, что ты здесь проездом. Так с какой стати мы тебя своими проблемами должны были грузить? А могла бы немножечко и загрузить. У нас мужик крепкий и переломится. А может быть вы пойдёте в администрацию поговорить? Да. Этот дом не аварийный. Просто им нужна земля. Они что-то хотят строить. Да, сходите, поговорите. Нас ведь расселить-то просто. Депутатов, олигархов среди нас нету. А развезут по деревням и выкинут. И никто не вспомнит. Правда. Ну, Евгений Геннадьевич, ну сходите, поговорите. Ну, вас же выслушают. Но вы ведь всё-таки полковник. Какой я полковник? Всё, генерала назовите. Свадебным. Кто меня услышит? Вернулся в пенаты и мне уже во. Я знаю, как ноги отсюда нести. Город моего детства. Разбирайтесь сами. Сами разгребайте. Без вас мы никак. Ну, выслушайте нас. Здравствуйте, дети. Садитесь. Где у меня Куценка Снежана? Бери свои вещи, пересаживайся на первую парту, к Иванову. А ты, Бойцова, бери свои вещи и на место Куценка. Почему? Я не хочу. У неё зрение плохое. Вот справки принесли. Давай-давай, пошевеливайся. Давай-давай. Что ты, Снежана, молчала, что плохо видишь? Открыли в тетради. Таблица умножения на три. Я не хочу с ней сидеть. Она ненормальная. Я тоже много чего не хочу, но приходится. Пишем. Это моя парта. Уходи. Ты чего? Моя книжка. Да ты её на помойке нашла. Ещё найдёшь. Нет, мне её папа подарил. Да какой папа? Все знают, что у тебя никакого папы нету. Есть. Бойцова, что у вас там происходит? Она меня бьёт. Бойцова, не умеешь сидеть с другими детьми, будешь сидеть одна. Взяла свои вещи и на последнюю парту. Быстро. Что замерли? Пишем. Привет. Привет. Ты чего? Я ничего. А ты чего? Чего домой не идёшь? Мне замечание написали в дневник. Ну, плохо твоё дело. Небось, мама ругаться будет? Нет, расстроится. Ага. Так а за что? Чего натворила-то? Девочку одну побила. Ух ты. А за что же девочек-то бьют? Не могу сказать. Это секрет. Ну, понятно. Секрет так секрет. Постой. Все секреты рассказывают на ушко. Хочешь, расскажу. Давай. Она сказала, у меня бабы нет. Ну-ка, собирайся. Пойдём со мной. Вроде всё взяли, да? Марусь? Все. Ничего не забыли? Да, давай я сложу сюда. Сюда. Только, принцесса Маргарта, ты уж делал должен, не выдавая меня. Ты маме скажи, что это чё-то Лида всё купила? Что всё это подарок, а подарки нельзя не брать. Обманывать нехорошо. Ну, это конечно правильно, Марусь. Обмануть плохо. Только вот смотри, ты же себя называешь принцессой Маргарет? Ты же не обманываешь? Ты фантазируешь? Да. Ну, ты здесь фантазируй. А в школе можно сказать, что это ты мне подарил? Ну, а чё ж нельзя? В школе можно. Я не могу. Я не могу. Я не могу. Ну, я не буду. Так, понятно, значит, это он. Кто он? Да сосед твой. Пойду, вернусь. Женя, ну-ка, стой, подойди ко мне. Подойди, подойди на секундочку. Значит так, дорогая моя, это тебе он сосед, а мне он лучший друг. Наши отцы вместе на заводе работали, наши мамы вместе нас нянчили. Друг за дружку в очередях стояли, друг за дружку на родительских собраниях сидели. Понимаешь, мы с Женькой как брат с сестрой были. Я его знаю как себя. Я тебе могу сказать, что он очень хороший человек. Винить его в каких-то пакостях, о которых по телевизору говорят, ты просто права не имеешь. Если он о твоих детях заботится, ты спасибо скажи и радуйся. Очередь-то из помощников у тебя не стоит. Я поняла. Я вижу, как ты поняла. В общем, думай себе, что хочешь. А к Евгению Геннадьевичу я прошу уважительно относиться. Разговаривать с ним по-человечески, а не так, как ты привыкла. Потому что вежливость еще никто не отменял. Иначе на дружбу мою больше не рассчитывай. Вот теперь поняла? Поняла. Хорошо. Хорошо. Давайте пьяным. Иначе. Здрасте, Евгений Геннадьевич. Я как раз хотела к вам зайти. В общем, спасибо вам, конечно, большое за подарок. Маруся счастлива, она любит всё это про принцессу. Уж не знаю, в кого она пошла, точно не в меня. В общем, я вас очень прошу больше этого не делать. Потому что вы уедете, но она будет страдать. Всего доброго. Виктор Бойцов здесь? Сейчас позову. Виктор Иванович. Что надо? Я от Тимура Батаева. Ермолаев. В чем проблема? У меня твоя бывшая работала, Евгения Бойцова. Ну, не сработались. Проблемы начались. Я их вроде как решил. Но тут из Москвы за неё врехал родственник заступаться. Можешь узнать, что за человек? Родственник? Да нет у неё никого. Что за родственник? Подполковник. Из Москвы. Мне скандал не нужен. И из игры мне её надо по тихому увезти. Так что узнай, кто там за неё заступается. А я отблагодарю. Открой-то! Ты чего дверь-то не запираешь? Куда ж мы запирали-то раньше? Не помнишь? Да помню. Только это время закончилось. Слушай, я как в девяностых начала бояться, так я теперь на сто замков запираюсь. А ты куда собрался-то? Такой красивый. Да я в администрацию. Полдня вон собираюсь, никак собраться не могу. А чего? Я всё как представлю, что буду стоять как дурак перед этими чиновниками. Слушай, Лидка. Чего? Пошли со мной. Нет, я не могу. Я не могу. Тетю Шури прислали просмотровую на квартиру. Только это не квартира, а барак. Она говорит, чем быстрее перееду, тем скорее умру. В общем, надо с ней съездить. А то, боюсь, как бы этот просмотр не закончился больницей. Ты чего, Жень? Я с вами пойду. Подожди, администрация? Подождёт. Учительница, Женя, с пятидесятилетним стажем. Уважаемый человек. А её выселяют как какой-то асоциальный элемент. Чёрт знает куда. Жень, ты посмотри, какой ужас. Ну-ка дай-ка ордер. Ещё раз адрес посмотрю. Щас, щас, щас. Сарай какой-то. Во. На. Так, мостовая, вторая. Мостовая. Мостовая, дом два, ну да. Ну? Вторая мостовая. Они что, издеваются, что ли? А мне нравится. Как раз то, что мне нужно. Тётя Шур, что вы говорите? Да что вы говорите? А что? Тут даже воды нет. Тут вода или из колодца, или из колонки. Кто вам воду таскать будет? Телефона нет, ни скорую вызвать, ни позвонить. Я согласна. Где подписание? Вы что? Здесь невозможно жить. Женя, вот что ты молчишь? Хоть что-нибудь скажи. Никто ничего подписывать не будет. И никто сюда не поедет. Э-э-э. Знаете что, дети? Вы как хотите. А это то, что мне нужно. И я согласна. Тётя Шура. Женя, ну я же говорила. Щас, 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 щас. Сумочки, если-нибудь бредол давай. Щас, щас отпустят. Давайте, 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 давайте. Скорей, скорей, скорей. Таблеточку под язык. Держимся. Щас отпустят, тётя Шура. Повторяю. Вас искали. Вам послали три извещения. Вы не явились. Дело передано в суд. Ну, вот же он я. Нашёлся. Ну, очень хорошо, что нашлись. Значит, будем решать. Да со мной мы решимся. Вы, Милочка, скажите, почему вы с остальными вот так поступаете? Минуточку. Я же объясняла вам. Всем жильцам предоставляется равноценное жильё. Ваш дом находится в аварийном состоянии. Это ветхое строение. Это не ветхое строение. Я вам расскажу. Это самое строение мои родители. Строили своими собственными руками. Ещё, ещё при заводе. И строили они его добросовестно. И строили его так, чтобы оно поколение стояло. И чтобы люди в нём жили. А ну, на самом деле, по возрасту-то наш, наш примерно с вами ровесник. Я что, ветхий? Ну, или вон вы. На мой взгляд, очень даже хорошо сохранились, кстати. Так, что вы себе позволяете? Да ничего я себе не позволяю. Я вот, например, знаю точно, почему вы так хорошо сохранились. Потому что вы, наверное, за собой ухаживаете. А если бы ваши коммунальные службы за моим домом так ухаживали? Ну, подъездик бы там подкрасили, трубы поменяли. Он бы у Гогов в каком состоянии был? Вот примерно как вы. А вообще, на самом деле, он в нормальном состоянии. За ним только ухаживать надо. Мы закончим эту дискуссию, а вас я попрошу покинуть помещение. А я не покину, это помещение. У нас перед домом сад фруктовый был. Мы сам его сажали. Почему вы его не сохранили? А детская площадка, что там осталось? Там осталась одна скамейка, колченок. Мне больше ничего. Вам люди деньги дают. Куда деваете? Деньги куда деваете? Я найду этого вашего главного здесь. Я вам объясню, что дом в нормальном состоянии. А если уж приспичило вам людей расселять, то расселять их в достойные помещения. Люди должны жить в хороших домах, а не в бараках. Понятно? У меня очень много денег. Люди должны жить в совершил сеть. И они делали,ựя. У меня хочется жить в хорошем состоянии. Люди должны жить в хорошем состоянии. А не в беде «no-куш bagие» У нас троих в руки. А не в миг за х Spirit. Мир стоит у нас делать 2 марта. У нас даже не будет ключевая, а не в ближайшие. КОНЕЦ Слушайте, а это кто? Это? Это Женькин дед, он у нас был начальником производства. Да. Когда завод работал, совсем другая жизнь была в городе. Слушайте, а это? Ой, а что это такое? А это твой друг нам устроил. Посмотри, что он. Ой, мамочки, это ж первое сентября. Да. А зачем это он? Подремонтировал, развесил и убежал куда-то. Ну что, подразделение в полном составе? Здравия желаю. Здравия желаю. Лита, отойди. Лита, отойди. Женя, а ты что, ремонт затеял? Точно. У себя в квартире. У себя в квартире, у тебя в квартире, у них в квартире. Дом ремонтируйте. А, так в администрации сказали. Сейчас, скажут они тебе в администрации. Я так сказал. А за чей счет ремонт? Ну, есть пока пару копеек за душой. Плюс пенсия. Только смысл в этой самодеятельности. Дом все равно снесут, а нас расселят. Какой смысл? Нас обманным путем пытаются выселить из хорошего дома. Надо просто привести его в порядок и доказать, что в нем можно жить. А деньги закончатся. Старом от удовольствия к вам. Прокормите? Да, конечно, конечно, прокормим. Прокормим? Это вам не семечки, Руслан. Ну, помогайте уже, в конце концов. Что? О! А грабли зачем? А я хочу сад восстановить. Чтоб яблоки были. Так, где это ты? Значит, ты никуда не уезжаешь? А на кого же я вас брошу-то всех? Тем более, кормить обещали. Что, я дурак, что ли? Молодец. До уборщицы докатилась. Хорошую карьеру ты себе делаешь. Это не карьера делаешь. А я работаю. Че, пришел? Как дети? Следующий вопрос. Ой, мне не пользуешься, что я добрый. Тут разозлюсь да отсужу их у тебя. Ну, ты попробуй отсуди. Будут жить со мной в человеческих условиях. У тебя условия не человеческие, а сфинские. Вы там идите, спите, испаривайтесь. Ладно, зачем пришел? Думаю, не о детях поговорить? О детях я еще с тобой поговорю. Ты мне лучше расскажи, что за родственника у тебя объявился. Раньше вроде не было. Теперь есть. Ну, и кто он тебе? Кузен, дядя? По чьей линии? Не твое дело. Бурную деятельность он здесь развел. Родственничек твой. У вас что, семейное против ветра плевать? Так зачем ты пришел? Совет дать. Пусть дядя твой в Москву уезжает. Нам здесь московские гастролеры ни к чему. У нас все хорошо. Спасибо за совет. Тебе серьезно предупреждаю. Если ты и твой деле не заткнетесь, в лесу под пеньком жить будешь. А дети без работы и жилья родительских прав два счета лишу. И поедут они в интернат. Поняла? Лучше три. Лучше три. Открыто заходите. Можно? Евгений Геннадьевич, я все объясню. Я не мошенница. Вот все деньги, которые вы мне дали, за вычетом стоимости, объявление в газету. Но я чек сейчас не могу найти. Я обязательно его принесу. Да, и ваши ключи у меня, я завтра их принесу. А вот насчет квартир вы, конечно, зря. Я вас не обманывала. Я правда думала, что все вот так получится и искала, между прочим, для вас покупателей. Светлана, вы же так и не дали объявление в газету. Давала. Я чек найду. Я принесу. Вы знаете, что больше всего я ненавижу, когда врут. Больше всего. Как же вы так можете? Бессовестно, я не понимаю. Я же был в этом агентстве недвижимости. Я же пролистал все газеты. Там-то нет ни одного объявления о продаже моей квартиры. Ни одного. В общем, квартира моя больше не продается. А это значит, что личный агент мне больше не нужен. Вам спасибо большое. Извините, если что не так. До свидания. Успехов в личной жизни. До свидания, Евгений Геннадьевич. Я поняла, что вам я больше уже не нужна. Что в моей помощи вы больше не нуждаетесь. Я желаю вам, Евгений Геннадьевич, настоящего человеческого счастья. Которого правда, вы правда заслуживаете. Что ж не нуждаюсь-то в помощи. Нуждаюсь. Я вот здесь дом взялся ремонтировать. Мне нужно списки помочь составить. Потом эти сметы. Вот. Помочь можете? Конечно. Я ради вас что угодно сделаю. Музыка. Спасибо. Музыка. 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 Людмила, ты там поаккуратней, поаккуратней. Зоя, не надо меня учить. Надо. Ну, что вы ругаетесь-то? Господи. Слушайте, там еще столько мусора. Ничего себе. Евгеньева, аккуратней там. Что-то у нас происходит? Здрасьте. 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 Света, что тут у вас творится? Вот, Евгений Геннадьевич решил привести наш дом в порядок. И попросил меня ему помогать. Здравствуйте. Здрасьте. Здрасьте. Привет. Наша помощь требуется? Нет-нет, вы гуляйте. Вы только мешать будете. Ну, а чего ж нет-то? Ну, конечно, будем рады. Хорошо. Пойдем, Лень. Побежали. Пойдем, Лень. Побежали. Мам, пошли помогать. Побежали. А ну, давай, Лень. Что тут будем искать? Смотри, что тут у нас есть. Во. Совочек. Вот так. Тетя Шурочка, ну, смотрите. Ой, господи. Пойдем. Сад, что ли, новый решили восстановить. Да-да. Решили восстановить. Вон там Женька, он нас и организовал. Здрасьте, Александра Николаевна. Ну, присоединяйтесь к нам. А можно я тоже два деревца посажу? Конечно, можно. А ты мне поможешь? Помогу. Ну, тести, тещий. Открывайте, дети приехали. По машине моего с папой. О! Ну, здорово. Здорово. Давно не виделись. Привет. Кто это к нам приехал? Вот ты моя девочка. Кто это к дедушке с бабушкой приехал? Моя пампушечка, моя булочка. Привет, пап. В доме не шумите. У матери мигрень. Ну. Ну, ладно. Тебе нельзя, у тебя давление. Ой. Мать. Возьми бюллетень. Да? Да. А кто там вместо меня будет работать? Ну, на самом деле все. Заканчиваю с вашим домом и ухожу на пенсию. Буду вон в ночь кунянчить. А рано вам, Елена Сергеевна, на пенсию? Вам же тридцать пять. Тридцать пять только в балете выходят. Да что ты. У меня знающая работка. Почище вашего балета. Сверху следят. Среди коллег сплошные интриги. А от клиентов, между прочим, никакой благодарности, а сплошное хамство. Рыбку дай. Вот приходил тоже человек из вашего дома. У меня давление подскочило, сколько гадостей он наговорил. До сих пор в себя прийти не могу. Это потому, что ты эмоционально реагируешь. А не надо. Вон, спроси. Если бы он реагировал на все, что ему говорят, давно бы копыта отбросил. Правда ведь? Совершенно верно, Василий Петрович. А кто приходил-то? Александров. Я вам Васе уже сказала. Чтоб он подумал, что с ним делать. Ну ладно, хватит о работе. Расскажите лучше, куда вы собираетесь отдыхать-то поехать? Я в Грецию хочу. Я уже и отель заказала. Пять звезд, все включено. И няня для ребенка. А, вот это важно. Это важно. А как туда лететь? Рейс из Москвы. Ну, это нормально. Я вас по трассе с сопровождением отправлю. За три часа доедете. Рейс из Москвы. Евгений Геннадьевич, мне Лида сказала, что вы хотите заказать экспертизу нашего дома? Да, хочу. Я просто хотела вас предупредить, что все это бесполезно. Вы просто не знаете, в нашем городе есть такой человек, Тимур Батаев. Так вот, он крайне заинтересован в сносе нашего дома. Я вот уже полгода письма пишу, запросы делаю по этому поводу. И в Москву, и в области, в прокуратуру. Все бесполезно. Он в доле с администрацией нашего города. Они ему землю за копейки продают. Конечно, официально. А он им платит наличными и бизнесом. Вот. Серьезно, а вот откуда об этом стоите? Все об этом знают. Просто доказать никто не может. Слушайте, ну я серьезно. Вся эта история уже два года длится. Я узнала об этом, когда пыталась квартиру приватизировать. Сначала у меня документы не приняли, потом приняли, потеряли. Пока восстанавливали, комиссия пришла, а потом другая. Дом признали аварийным. Поэтому приватизация невозможна. Вы же понимаете, в нашем доме одни женщины живут. Нас расселить ничего не стоит. И это к тому, что какую комиссию мы бы не позвали, это бесполезно. И правда здесь ничего не решить. Рот. Ну а вы-то что свои письма строчите-то? Все же по правде. Я по-другому не умею. Я тут новую партию писем готовлю. Может подпишетесь? Я подпишу. Ну, тогда готовьтесь к неприятностям. Так а я с ними не расставался. Я тогда письма подготовлю и перенесу вам подписать. Да-да, конечно. Если мы у жильцов квартиры по рыночной цене покупать будем, то какой в этом бизнес? Убытки сплошные. Ну да, а что делать? А все, кто это за мужик? Что приходил? Да какой-то из Москвы военный полковник или подполковник на пенсии, черт его знает. Пришел к Ирке, начал права качать. Дескать, я не за себя, я за соседей, но я знаю таких. Сцену себе набивают. Угу. Из Москвы? Понятно, что за родственник. Чей родственник? Давняя бывшая моя голову моросила. Ну, я не знаю, родственник он ей или не родственник. Просто они оба нам поперек горла стоят, это точно. Она со своими письмами, этот со своей собственностью. Ты же обещал с ней разобраться. Разберусь, разберусь. А с этим что делать? Договоримся. Нет такого военного, с которым нельзя было бы договориться. Цену загнет. Умел бы загибать, давно бы генерал был. Это ты точно сказал. Ладно, попробуем договориться. Ну, я. Садись в машину. Это зачем? Садись. С тобой серьезные люди поговорить хотят. Занят? Давай. Проходи. Проходи. Тимур Батаев. Очень приятно. Александров? Военный? В каком звании? Подполковник. Почему службу оставил? Семейным обстоятельством. Понятно. Присаживайтесь. У нас тут хорошее мясо. Водочки. Да некогда мне. И тороплюсь я. Ну, тогда сразу к делу. Я, если вы знаете, занимаюсь благоустройством нашего города. Тут, конечно, провинция. Ну и провинция должна быть красивой. Не только Москва. Вы согласны? Согласен. Моя компания Центральный парк восстановила. Вокзал. Школу новую построила. Все было в упадке после девяностых. А теперь, приятно посмотреть. У меня есть к вам предложение. У меня проектов много, а людей, тем более мужчин, особенно не пьющих, не хватает. Может, поработаете у меня в фирме. На хороших условиях. Так, а что получается? Вы бандиков своих за мной прислали, чтоб мне работу предложить, что ли? Ну, какие же это бандиты? Охрана. А за что честь-то такая? Я хочу, чтоб вы видели, что я дела веду широко. И приняли мое предложение. По рукам? Не могу сейчас. Я другим делом занят. Я свой дом восстанавливаю. Дом – хорошее дело. Только вы зря тратите время. Ваш дом будет расселен и снесен через пару месяцев. Он в аварийном состоянии. В каком он аварийном? Ну, вы же не хуже меня знаете, что он в нормальном состоянии. Это крепкий дом, в котором можно жить. В каком-то аварийном. Да, кстати, об этом. Поскольку моя фирма занимается благоустройством вашего микрорайона, я хочу выкупить у вас вашу квартиру. Вот за эту цену. Это рыночная цена. Хорошая цена. За такую цену продам квартиру. Вот и прекрасно. Я рад, что мы договорились. По рукам. А соседки мои? Их вот тоже за такую цену? Или, может, по крайней мере, в нормальное человеческое жилье можно будет расселить? Мы их расселяем в прекрасное жилье. Я видел это прекрасное. Это «Бараки» называется. Вы их выселите туда, а потом через месяц воду и свет отключите. И куда они пойдут? Кто заступится-то за них? Женщины? Одинокие. Как не стыдно вам вообще? Широкий бизнес. Это называется «широкий бизнес»? Да? Хорошее дело делайте, мужики. Ну все. Повыпендривался и хватит. Слушай сюда. Продаешь свою квартиру и валишь отсюда. Завтра делаешь генеральную доверенность на моего человека, получаешь деньги, причем не столько, сколько я отдам. И валишь. Я один раз предупреждаю на словах. Второй раз будет больно. А третьего раза уже не почувствуешь. Понял? Понял. Спасибо. Нотариус находится в здании администрации. Завтра в два часа вас там будут ждать. Девочку сняли с горки, она покрашивается. Принц Евгений, а чего ты такой грустный? Знаешь, Марусь, я когда маленький был, здесь очень много деревьев росла. А вот рядом с той березой стоял большой старый дуб. Я однажды на него залез и всю ночь там просидел. Зачем? А я двоек нахватал за четверть. Родителям не сказал, испугался. Мама говорит, что бояться стыдно. Это мама правильно говорит. Когда боишься, всегда стыдно. Который час? Пол третьего. Не приехал, сволочь. Ну, его проблемы. Малуся, Малуся, а как это сделать? Малуся, а как это сделать? Наверное, вот так. Да нет. Малуся. Малуся. Кто там? Здрасте. Здрасте. Это вам. Я был в магазине, решил взять на вашу долю тоже. Держи, Марусь. Слушай, извините, я же вас просила, ну, не надо. Да. Мама, это подарок. От подарков не отказываются. Евгений Геннадьевич, ну, вы проходите, давайте я чайник хоть поставлю, что ли. Если можно. Ну, заходите. Держи, Людмила. Подлите вам еще чайку? Ой, ну, давайте последнее. Отпел все уже. А как у него дела в школе? Как учительница? Хорошая? Да, нормальная учительница. Считает, что у Маруськи нет никаких талантов. Вы сами знаете, таких учителей, как наша тетя Шура, уже больше нет. То есть, как нет таланта? Она талантливая. Она сказки придумывает. Да уж. По принцессам она специалист большой. Хорошо, хоть по сказочному. Мне вон одноклассница считает, что принцесса – это жена олигарха. Да не такая она. Маруська, она фантазерша. Она фантазирует, причем очень красиво. Она мне сказала недавно, что ее папа рыцарь ночных дорог. По-моему, очень красиво. Ее папа – инспектор ГИБДД. Собирает деньги на трассе. Слава Богу, больше к нам никакого отношения не имеет. Мне же надо что-то дочке сказать. Вот я придумала рыцаря. Так а что получается, они совсем не видятся? Нет. Ленька вообще его в жизни не видел. Мы расстались, когда я была беременна. Правда, муж рассказывает всем, что это я, не даю ему встречаться с детьми. Но это неправда. Он был счастлив от нас избавиться. Еще я, слава Богу, женился на дочери местного начальника. Успешно делает карьеру. Правда, не вполне законным путем. Вот так. Зато у них хорошая мама. У них очень хорошая мама. Спасибо. Спасибо вам большое, что зашли. Это вам. Спасибо большое, что… Ну, не прогнали сразу. Да вы уж, ну, извините меня за то, что я с вами так разговаривала. Ну, характер такой. Ничего не поделаешь. Да домой не характер. Хороший характер у вас. Очень мне нравится. И вообще, на самом деле, я очень рад, что я познакомился с вами. И с Марусей. Ну, спокойной ночи. Да, доброй ночи. До свидания. 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 Евгений Геннадьевич! Свет! Чё? Ты там Евгений Геннадьевича по дороге не видела, а? Нет, а чё? Да не знаю. Он должен быть дома, а свет не горит. Я ему письма принесла. Никто не открывает. Ну, и чё? Мне кажется, что-то случилось. Да ты чё? Так, ну-ка, пойдём. Откуда у тебя ключи? Догадайся с трёх раз. Слушай, если он будет ругаться, я всё на тебя свалю. Поняла? Свалю, свалю. Евгений Геннадьевич! Евгений Геннадьевич! А-а-а! Не ори! Господи! Он живой? Кто живут, ага! Всё, поехали! Так, ну кто поедет с ним в больницу? Я! Я поеду! А чего это ты? А то! Потому что я здесь ему самый близкий человек! Понятно? И вообще-то всё из-за вас! Из-за тебя тянули мужика! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Вы с Александровым? Да, я. Значит так, вот снимки, заключение. Состояние тяжёлое, травм много. Мы сделали перевязки, зафиксировали рёбра, но уколы седативные, будет спать до утра. Можете оставить у нас в больнице, но мест нет в палатах, будет лежать в коридоре. А могу его взять домой? Ну, если уход обеспечить и лечение. Ему лучше не вставать первые дни. Хорошо, даже к лучшему. Угу. Угу. Какими судьбами? Сам знаешь. Ну, догадываюсь. Но хочу, чтоб ты сказала. То, что на моего соседа напали, это ваших рук дело? Соседа? О, про родственника врала, значит. А ты что? Не самая честная баба на районе. Ему хорошие деньги предлагали за его халупу. А он кабинется стал. У нас этого не любит. Понятно. Что нужно сделать, чтоб его больше не трогали? Чтобы он свалил по-тихому. А ты, чтоб рот не открывала. Хорошо. Я обещаю. С соседом сама поговорю. Молодец. Молодец. А я уж постараюсь, чтоб вам с детьми хорошую квартиру выделили. Да? Да. Нам не нужно ничего. Тебя в руки убери. Баба с возу кобыли легче. Езжай, езжай. Придурочный. Где я? Егений, вы у меня дома. Все хорошо. Как вы себя чувствуете? Не знаю. Почему я здесь? На вас бандиты напали. Да. Дома. Да, я вас там нашла. Скорую вызвала. В больницу с вами поехала. Лежите, лежите. А теперь вам нужен покой. В квартире вам одному оставаться нельзя. А я готова на все. Вы же знаете, как я к вам отношусь. Женя. Можно я вас буду называть Женя? Ну, пожалуйста. Я вас нашла. Вы лежали весь в крови. А я вас переодела. Как смогла. Вы не волнуйтесь. Все хорошо. Может, вы хотите чего-нибудь? Домой. Нет, домой вам нельзя. У вас сломаны два ребра. Так что вы лежите, пожалуйста. Кто там? Я. Здрасьте. Здрасьте. Больного проведать можно? Ну, не знаю. Вообще-то у меня здесь непроходной двор. Ладно, давайте пять минут, пока на работу собираюсь. Привет. Привет, Лид. Ну, как ты гремычный? Лидка. Ну, ты… Что болит? Да все болит, вон. Пашка болит. Ребра болят. Бедный. Лидка. Слушай, а где это? Кто? Кто-кто? Светка. А, Светка? Да, она на работу собирается. А что? Слушай, он тут прыгает вокруг меня. Ну, не по себе мне. Ну, посмотришь, чужой человек. Ну, что делать-то? Женя, ты знаешь, ты со своей женщиной сам разбирайся. Я тебе тут не помощник. Ты что, издеваешься, что ли? Какая она тебе моя женщина? А что? Ведет себя по-хозяйски, дверь закрыла, ключ в карман положила. А? Лидка. Лидка, плохо мне здесь. Тебя очень прошу, Лид. Ну, поговори ты с этой. Пусть меня домой отпустят. Нет, Жень, ты сам с ней поговори. Ты знаешь, что мне скажи? Кто на тебя напал, ты знаешь? Знаю. Вы предупреждали меня. Сам на рожон палец. Ну, и что делать теперь собираешься? Да ничего. Все то же самое. Я Лид. Я отступлюсь. Нам бы торговую зону в районе Заводского запустить к будущей осени. Запустим, Дмитрий Алексеевич. С жилищной комиссией все решили? Расселили людей? Расселяем. С собственниками разобрались? С одной – да. Она уже и ордер получила. А с другим – договариваемся. Давите по закону. В нуждах государства имеем право действовать жестко. А у нас тут серьезный проект. Когда начнете строить? Ну, через месяц планируем. Здравствуйте. Действовать жестко. Интересно, что Дмитрий Алексеевич имеет в виду? Не знаю. Я никогда жестко не действую. Я только мягко. Ну, теперь, наверное, полить надо? Сейчас, сейчас, сейчас. Я сама. Ой, так тяжело же, ну. Ничего, ничего, я справлюсь. Тетя Шура. Как думаешь, приживется? Ну, весной увидим. Весну дожить надо. Тетя Шура, ну, доживем. Женя, зачем вы встали? Светлана, я пойду домой. А дайте мне ключи, пожалуйста. Вам домой никак возвращаться нельзя. Я из больницы вас забрала под собственное, честное слово. Я очень благодарен вам, Света. Но лучше будет, если я пойду домой. Ну, что вам не так? Ну, уют, забота. Что вам еще нужно? Да нет, ну, все же хорошо, Свет. Просто… Ну, просто мне дома будет комфортней. Я вас никуда не отпущу. Ничего вам не дам. Ложитесь. Ну, вы что, правда силой, что ли хотите, Свет? Дайте ключи. Ну, вы что, ничего не замечаете? Ну, что вы, прям черпан какой-то. Ну, сердце-то у вас есть. А при чем здесь сердце-то, Свет? Хорошо, хотите честно? Я был женат много лет. Я совсем недавно развелся. И никаких серьезных отношений у меня в планах нет сейчас. У нас вряд ли с вами что-то получится, Свет. Но я вам правда очень благодарен. Я вас очень прошу, отдайте мне ключи. Ну, почему? Любой мужчина на вашем месте был бы счастлив. Я… Вы принимайте мою заботу, мою помощь. Боитесь серьезных отношений? А я не боялась, когда вас лежачего из больницы забирала. Ну, я не знаю, как вам объяснить, Света? Ну, бывает так, что не получает. И у нас вряд ли… И вот… Да вы не нравитесь мне, Света! Отдайте… Не нравлюсь. Отдайте ключи. Нравлюсь? Это после того, что я для вас сделала? Спасибо. Честное условие. Я вас только прошу, Света, не… Не держите зла! Вот! Ключи! И катите отсюда! Катите отсюда! Ты понял? И вы мне тоже не больно! Таким нравится, неудачник! Ну, в общем, поговорил я со своей бывшей. Припугнул. Она вроде вразумилась. Ну, это ладно. А родственник? Да вывели его из игры, он другим людям мешать стал. Забудь о нем. Угу. Ну, хорошо. Хорошо. Так что получается, проблему я твою решил. Окей. Сколько я должен? А вот мы сейчас узнаем. Расскажи-ка мне про свой бизнес. Да поподробнее. А я уже с ценой определюсь. Сколько ты мне платить будешь? Каждый месяц. Каждый месяц. Конечно. А ты как думаешь? Проблемы они такие. Этого я решил. А завтра может другая нарисоваться. Если тебе это о чем-то говорит, то я веду бизнес с Тимуром Батаевым. Молодец. Вот это ты правильно делаешь. Ну, раз Тимур Эдуардович прислал тебя ко мне, значит, твои проблемы буду решать я. Давай о цене договариваться. Бизнесмен. Ещё давай. Ещё давай. Ещё давай. Ну, нет. Ну, нет ли. Есть мастерка. Ну-ка, подождите. Мне здесь. Здравствуй, принц Евгений. Здравствуй, Маргет. Здравствуй, дорогая. Здравствуй. Здравствуй, Маргет. Здравствуй. Ты живой? Живой. Живой. Вставай. Встаю. Видишь? Евгений Геннадьевич, вам нельзя вставать. Ничего, ничего. Марусик, давай, бери Лёню на ключи и идите домой. Лёночка, давай. Все, зайчик, давай. Вам скоро придется. Марусь. Пока. Пока. Евгений Геннадьевич, ну, правда, ложитесь. Ложитесь, осторожно. А что вы так-то? Пожалуйста, вам, вам нельзя. Ну, пожалуйста. Да ну, живой я. Давайте. Слава Богу. Открывайтесь. Вам нельзя вообще лишний раз двигаться. Вы меня простите, пожалуйста. Это я виновата во всем, что с вами случилось. Я вас затянула в эту историю. Да ну, где же вас-то? Я сам попал в эту историю. Нет, это за меня. Я хочу вас попросить, чтобы вы, чтобы вы уехали. Уезжайте. Соглашайтесь на их условия и уезжайте. Откуда вы узнали? Откуда вы узнали об условиях? Я знаю, потому что один из тех людей, который намил бандитов против вас, это мой бывший муж. Он и его тесть, у них доля в бизнесе Батаева. А его теща работает в этой жилищной комиссии. Я вас прошу, уезжайте. Другого выхода нет. И что, получается, и мэр тоже с ним заодно, да? И мэр с ними. Вы уедете? Значит, мы с вами будем бороться с мафией. Так, послушайте, я вам тут серьезные вещи говорю. Я вас очень прошу, уезжайте отсюда! Уедете или нет? Не уеду. О, я гляжу, но у овца и зверь бежит. Вернее, ползет. Простите, я не понимаю. Мы знакомы? Заочно. Давно за твоими подвигами слежу. Родственничек. Простите, у меня правда очень болит голова. Я не понимаю. И я не понимал. Думал, женился на круглой сироте, а тут на тебе. Родственник объявился. Теперь, по-моему, понимаю. Вы бывший муж моей соседки, да? Да. Ты понятливый. Знать не все тебе отбили. Ты это, квартиру продавай. Да валяй отсюда по-тихому. Понял? Я подумаю. Ну, подумай. Кстати, тебя зовут-то как? Виктор. Слушай, ведь я тут, ну, слышал про тебя, что, мол, ты очень крутой мужик. Живешь по понятиям. Ну, и за подельников, за своих горой. Правда? Ну. А знаешь, Марусь твою в школе обижают. Потому что знают, что заступить из них некому. Это по понятиям? Я не думаю. Слышишь, ты, я тебя предупредил. Слышишь, ты? Я тебя предупредил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А на то не дайте! А на то не дайте! А на то не дайте! А на то же вы галдите это так! Отставите! Ну, не волнуйтесь, пожалуйста, девочки, тихо! Пожелейте, бошка болит! Здрасте же! Здрасте! 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 Короче, так, живем здесь пока! Еще не бывало такого, чтоб с живыми людьми дома сносили! Не бывало и не будет! Мы не позволим! А вот отключат, я сам включу заново! Молодец! Он так разбирается вообще! Потому что мужчина! А еще мы иск подадим на них в суд! Вот там Евгения вот поможет! Мы с Евгением составили несколько писем вышестоящей инстанции! Золбин на коррупцию! Их бы желательно подписать! Конечно, мы подпишем! Мы подпишем! Конечно, подпишем! Ручки есть? Все с собой! Все с собой у меня сейчас! Там среди них есть одно! Это… Оно самое важное! Это… Письмо! Это иск! Иск на повторную экспертизу! И я предлагаю, до тех пор, пока не придет ответ с экспертизы, здание под снос не отдавать! Не отдадим? Нет! Нет, нет! Нам бы это СЖ вот оформить! У нас же прав было бы больше! Да? И кто нам его даст оформить? У нас же квартира не приватизирована! Мы же не собственники! Так вот, пускай Евгений Геннадьевич, Слоя и Ларисой и оформят они же! Собственники! Вот они смогут что-то сделать! А где эту Ларису искать? Она здесь появляется всего раз в неделю! Неизвестно где живет! Нет, по закону так нельзя! Все должны быть собственниками! Это точно! Ах, Евгений Геннадьевич! Вот если бы были старые времена, мы бы тебя выбрали бы депутатом, а ты бы за нас бился! А теперь же нет депутата! Ну как нет депутатов? Ну а где они есть, которые за людей? Я таких не видела! Вы знаете, у нас в городе через полгода будут выборы! Будут выбирать депутатов областного собрания и муниципалитета! Так! Там правда сложная процедура оформления документов! Так! Но это я беру на себя! Слушай, Жень! Значит так, если Евгений Геннадьевич согласен, то он вполне может быть депутатом! Правда! Да вы чего это? Слушайте, а почему нет? Ну правда! Правда! Ну соглашайся! Да ну перестаньте! Соглашайся! Глупости какие-то говорите! Перестаньте! Девочки, а давайте проголосуем! Кто за? Все! Вот все! Единогласно! Единогласно! Все! Выдвигайтесь, а мы вас поддержим! Вы что не понимаете главного что ли, что я… У меня опыта нет! Да я законов не знаю в конце концов! Опыта наберешься! Законы изгучишь! А я тебя проверю! Правильно вообще! Конечно! Жень! Евгений! А что для этого требуется? Ну пока только согласен! Ну ладно, давайте попал! Ну это что? Ай! Ну это что? Ай! Ну это что? Ай! Молодой человек? Здравствуйте! 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 Я вот в квартиру переехала в новую. Мне нужно что-то для пола. А, ну вот смотрите, есть отличный линолеум! А вот это? Да, новостройки как раз лучше, что подешевле. Спасибо! 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 Паша! Паша, слушай, а вот эта девушка, которая только что вышла, о чем с тобой консультировалась? Ну вот, которая ушла. Сказала, что ремонт, а вот квартир начинает. Спросила, какой пол лучше в новостройке делать, ламинат или линолеум. Ну я сказал, пока дома сядет, лучше что подешевле. Вот, вот эта, нет маленькая, маленькая. Евгений Геннадьевич, можно вас на минуточку, а? Нас в садик не берут, понимаете? Мы стояли в очереди, отмечались, каждый день ходили, а она говорит, мест нет. А сама за деньги берет других. А кто она-то? Заведующая, кто же еще? Я так думаю, пока мы тут прописаны, ребенок имеет право на детский сад. Мне надо на работу, в сад не берут. Что делать? Я так подумала, что раз вы будущий депутат, сходили бы, разобрались. Мы завтра идем все вместе с мамами к заведующей, но нас она не послушает, а вас послушает. А? Я правильно расписывался. Спасибо. Жень, привет. Народ отпущу и приму твои письма. Паспорт. Послушаю вот так. – Привет. – Привет, Маша. Привет, красавица. Ты где была? Сказала, что на почве три часа нет. Мы волнуемся. Ну, пришлось в Балагое ехать письма отправлять. В Балагое? А ближе почты не было? Лариса-то тебя всегда без очереди пропускает. Ну, я подумала… В общем, не важно. Спасибо, что здесь у нее посидели. Да не за что. Маруся должна читать восемьдесят слов в минуту, а надо читать шестьдесят пять. Ну, мы позанимались. Ну, спасибо, Юрий Шур, спасибо вам большое. – Марусь, давай, пойдем. – Молодец. Янька, пойдем домой. Спасибо большое вам. Угу, не за что. Ну, что, нагулялись? – Да. – Не замерзли? – Нет. – Ну, хорошо. – Спасибо. – Смотри, дядя Женя. – Привет. – Здрасьте, Евгений Геннадьевич. – Привет. – Как отмолочны? Марусь, давай, бери брата. Идите домой. Ключи есть? – Да. – Ну, как? – Давайте, идите. Я скоро приду. – Едуша, может, мне это одно только показалось? И тебе тоже. Ну, я думала, что мне кажется. – Да? – Ну, раз и вам кажется. – То, значит, оно так и есть. – Да. Ну, повязки у тебя вид был более героический. Ну, ничего. Ай! – Ну, ничего. – Лидка! – И так хорошо будет. Подожди. – Гадина, я сейчас депутатом стану. Вашки буду регулярно получать. Еще нахожусь я героем. Да ну. Типун тебе на язык. Слушай, Жень, ты знаешь, у меня к тебе предложение есть. Осторожно. Ты не пугай меня давай. Предложение. Че там у тебя? Не-не-не. Не как к депутату. Ты лицо попроще сделай. Слушай, давай как-нибудь вечером с Женькиными детьми посижу. Че ты издалека начинаешь, подружка моя? Ну, а вы с ней могли бы в кино сходить или погулять. Вот, ну, что понятно. Помню, совсем недавно кто-то мне говорил, что никогда не будете взять мои личные отношения. Было такое? Ну, это же касалось Светки. А с Женькой – это совсем другое дело. И вы с ней оба такие нерешительные. Подожди секундочку. Это кто нерешительный-то? Ну, я-то ладно, а она нерешительную нашла. Она… Она что надо. Ну, да. Она-то, конечно, что надо. А в душе еще больше принцессы, чем ее Марусь. А ты, Александр, всегда девчонок боялся. Небось и в ЗАГС-то попал, что тебя за ручку туда привели. Ты чё там привели? Я училище закончил. Там все женятся. Ну, вот теперь так и не надо. Как так? Ну, так. Надо самому делать первые шаги. А Женька, она хорошая. И главное, она ж нравится тебе. Да что с того, что она нравится мне? Кого это волнует? Ну, в общем, Александров, мое дело предложите, а твое дело открыть. Мне надо оказаться. Чего она болтала? Заведующая сказала, что ждет. Дедсад номер семь. Здравствуйте. Ну что, с Богом? Евгений Геннадьевич, помогите нам. Все, что смогу, сделаю. Меня здесь ждите, хорошо? А вы по какому вопросу? Я по вопросу приема в детский сад. Какой возраст ребенка? То у меня нет детей. Я подполковник Александров. Я будущий депутат вашего района. И по просьбе избирателей я пришел поговорить с вами о состоянии дел. Вы почему детей не берете в сад? Будущий депутат? Замечательно. Вот сейчас я вам, как будущему депутату, жаловаться буду. А, впрочем, пойдемте, я вам садик покажу. Может, и пропадет желание в депутаты идти. Так, так, так. Оп. Ну что, товарищ Мусловодов? Ну что она сказала? В общем, ситуация непростая там. Действительно, все группы берутся в садик. Они переполнены. Это не вранье. Садик вон старенький, маленький. Они бы и рады объявить дополнительный набор детей. Но просто им не хватает помещений. Поэтому мы решили таким образом. Сейчас мы составим полный подробный список всех детей микрорайона, которым нужен сад и всех тех, кому он потребуется в будущем году. Причем четкий такой, с указанием фамилии, адреса, даты рождения ребенка. И я с этим самым списком пойду в администрацию и буду пробивать помещение. Вот так. Так а нам что делать? Ну как что? Ходить по домам. Делать этот самый список. Желающие есть? Найдутся добровольцы? Ну вот. А то все сидим на скамейках жалуемся, понимаете? Давайте, надо начинать. Пора действовать. Договорились? Евгений Геннадьевич, Евгений Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юрий, я корреспондент местной газеты. Так получилось, что у меня жена работает, а я с ребенком дома сижу. Если удастся его в садик отдать, то я наконец чем-то серьезным займусь. А пока, пока вот, увлекаюсь иногда. Ничего. Хорошее дело, я-то чем могу помочь. А можно я вас статью напишу? Ну что вы военный, дом ремонтируете своими руками, в депутаты решили пойти, за садик боретесь. Таня, вообще, кому это, кому это интересно? Не, ерунда какая. Да всем интересно. Можно я вам задам пару вопросов? Ответьте, пожалуйста, Евгений Геннадьевич. Вы бы вот про садик лучше написали. Про всю эту ситуацию. Про меня не надо. А вот муженек, а… Дрянь какая! До сих пор мы не готовела. Выписаться не может. Кто там? Это Евгений. Здрасте. Здрасте. Евгений, я тут, это… Что? Случилось? А? Случилось, говорю, что-то? А, да нет. Нет, все нормально. Я тут вот что хочу вам сказать, Евгений. Скажите, вы не пошли бы со мной в кино? Куда? Я не знаю даже, как это выразить. Хотя, как это еще можно выразить? Приемте в кино. Ну, или в кафе. Может, просто погулять. Вот. Тихий, Евгений Геннадьевич. Вы, конечно, извините, но… Мне это абсолютно не нужно, Лавик. По-моему, это глупо спогнать вообще. До свидания. Правильно. КОНЕЦ КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здрасьте. Здрасьте. Вы извините, я в прошлый раз, ну, не совсем была готова к вашему приглашению. Вот. Но я согласна пойти с вами в кино или куда там погулять, или просто, и, ну, что вы там предлагали. А Лида с детьми посидит. Учились тоже здесь? Ну, да. Экономический колледж окончила. Потом, туда же на юрфак поступила. На заочное, потому что бабушка тогда сильно болела. Вообще, я очень люблю свою профессию. Можно? Я, говорят, и экономист неплохой, юрист вроде тоже. Ходить по специальности устроиться не могу, к сожалению. Все знают мой характер. Я воровства не прикрываю. Вот так. А уехать хотели? Ну, может и хотела. Понимаете, я сама росла без семьи. Не хочу, чтоб мои дети росли так же. А у нас здесь, в доме, отношения между людьми, ну, практически родственные. Не хочу детей этого лишать. Ну, может, ты меня запишете? В родственники. Я, вроде, сосед теперь. Ой. Спасибо. Вы сами себя уже записали в родственники. Вон, даже мой бывший говорит… Что бывший? Что говорит? Ну, говорит, что говорит у тебя родственник из Москвы какой-то появился. Раньше вроде не было. Я говорю, ну вот, появился. Жень, вообще-то, я серьёзно, я бы хотел, чтобы вы знали, что можете на меня рассчитывать. Я в том смысле, что если, может быть, с детьми помочь или вообще по дому… Спасибо. Вот, сволочь. К серьёзным отношениям он не готов. Зараза, лживая. Я одеваюсь, крашусь, хожу на каблуках. А им, оказывается, это ничего не нужно. Им чучело на палке подавая собственным детским садом. Сегодня идёт такой, аж лоснится. А я ему говорю, а чё ты такой довольный-то? А он мне говорит, у Марусечки день рождения. Тьфу ты! Он из-за плюхи день рождения, а он и рад! Света… Значит, ты просто не твой мужик. Ты же себе получше найдёшь. Да, когда я его найду? Я вот думала, что счастье мне вот сейчас достанется. А он этой дуре припадочной достался. Один, два, три, четыре. Поздравляю ему. С днём рождения. Давай тортик. Ага. Принцесса Марина, я ещё никогда не дарил подарков настоящим принцессам. Ну, мне кажется, что любая настоящая принцесса достойна красивой куклы. Да-да, я хочу куклу! Ну, боже тебе! Вот такая, Марусь! Спасибо! А у нас ещё вот что есть. О! Прямо настоящая! Может, и не настоящая, но шампанское, детское. Шампанское будем, Марусь? Да! Строго не судите, пожалуйста. Пекла сама. Вот так вот. Мама первый раз пекла, потому что знала, что ты придёшь. Марусь, все секреты не выдавай. Здрасте! Здравствуйте! Здрасте! Можно? Можно! Присаживайтесь, пожалуйста. Документы ваши. А! Так что у нас… Паспорт. Да, паспорт. Пожалуйста. Пожалуйста, паспорт. Так. Александров Евгений Геннадьевич. Сами выдвигаетесь? Да, сам. При поддержке жителей. Там подписи собрали. Подписи проверять будем, знаете? Знаем. Это подписи жильцов нашего дома и соседних. Так что проверяйте. Так. Подполковник в отставке. Пенсионер. Доходы откуда получаете? От пенсии. Больше не откуда. А акции и ценные бумаги? Нет. Нет акций. Недвижимость в Российской Федерации, за границей. Там есть деятельство о регистрации прилагать? Я там родился по этому адресу, кстати. Судимости не сняты и не погашены имеются? Не имеются. Нет, нету. Хорошо. Документы принимаем. После проверки достоверности данных сообщим. Евгений Геннадьевич, ну что вы такой грустный? Все же хорошо. Документы приняли, а? Да не знаю. Я как-то, как-то не готов я оказался к этому допросу. Надо привыкать. Пока идут выборы, вы, вы все время будете в центре внимания. Но у вас биография идеальная. Вам нечего бояться. Понимаете? Вы чего? Ничего. Воспитывая молодых бойцов, а потом, выйдя в отставку, вернулся в родной город, чтобы помогать людям. Вот как. Жень, а тебе в газете напечатали. Вот смотри. Евгений Геннадьевич. Евгений Геннадьевич, а документы-то вам удалось сдать? Да-да-да, они десять дней будут их проверять, а потом официально получим статус кандидата в депутаты. Да чего его проверять-то? Он уже давно проверенный. Жень, а ты вроде не рад. А чего не рад? Да не, ну что? Нет, я… Я очень рад. Просто ответственность большая. Ира, это ты? Я. А что так поздно? Да. Задержалась. На-ка, полюбуйся. Что? Что твой подполковник-то затеял. Ох, я сразу говорила. Дурачком он только прикидывается, а сам высоко умятит. Я ведь говорила тебе. Договорись ты с ним сразу, сразу. Помни мне спину. Да подожди ты, ничего он нам не сделает. И не выбрали его еще никуда. А это и не важно. Он уже начнет сейчас слать жалобы, кляузы, интервью давать. Пойдут проверки, поползет информация. Да ничего он не будет слать. Мы подстраховались. Больно же. Ой, вот чует мое сердце. Добром это не кончится. Тася, вы не подскажете? Это у младших классов закончились уроки, да? Привет. Привет. Ты что сегодня? Зачем? Здравствуйте. А Маруся Бойцова? Да в хвосте плетется, как всегда. Наверное, там два часа шнурки завязывали. Слушайте, это какой-то ненормальный ребенок. Она сама с собой разговаривает. Она несобранная. Это ужас какой-то, а не ребенок. Бойцова! Шевелись скорее! А вас как зовут? Юлия Витальевна. Юлия Витальевна Маруся. Самая замечательная девочка на свете. Я попрошу вас впредь. Быть с ней нежной и внимательной. Вы меня поняли? Простите, а вы кто ей будете? Это мой папа. Лен! Привет, Сереж. Я тебя жду. А почему ты не на службе? Ты у нас там в части. Баллон с газом рванул. А я на больничном. Пусть сами разбираются. У меня своих проблем хватает. Лена, я вообще с тобой поговорить хотел. Что случилось? Повиниться мне надо. Передо мной? Перед Женькой. Мы с ним больше не живем. Ты, наверное, не в курсе. Да не, я в курсе. Просто, знаешь, совесть как-то не на месте. Сейчас в части такая чертовщина происходит. Опять ваш Квасов? Ну да. Понимаешь, вот сейчас пришла проверка. Я смотрю, действительно, под всеми документами моя подпись стоит. В тот раз он Женьку подставил, в этот раз меня. А сам чистенький остался. И опять кто-то пострадал. В этот раз только я пострадаю. С тобой-то что теперь было? Ну что, следствие идет. Дело завели. Знаешь, я подумал, наверное, это мне все-таки за Женьку. Потому что тогда я ведь знал, что Квасов его подставил. Знал и не заступился. Теперь вот расплачиваюсь. А Женька правильно сделал, что из армии ушел. Потому что это ни жизни, ни службы. Позор какой-то. Сережка, ну ты уж смотри. А то скатишься, как Женька. Не, а Женька-то чего? Он как раз в порядке на ноги встал. Кто? Женя на ноги встал? А ты что, не в курсе? Я думал, ты знаешь. Вот. В форме? Раньше ведь не заставить было надеть. Смотри-ка, вырядился. Полетели, 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 полетели. Садись, Марушка. Вы моего начальника помните? Да, конечно. К которому вы ходили за меня просить. Ага. Ну и? Ну так вот. Давай ко мне, Лень. Мне нужно было доказать, что у него есть подставные фирмы. След привел меня к фирмам Батаева. Это здорово, потому что прокуратура будет рассматривать это дело на высоком уровне. И теперь им не отвертеться. Такая бесстрашная, Евгения. Горжусь вами. А что это вы наш дом разглядываете? Вы что, из администрации? Да я не дом. Я вон того мужчину разглядываю. Ничего интересного. Лживый и трусливый, как все мужики. И дурак до кучи. Да? Да. Ну ладно, жена у него была стерва. Рожать ему не хотела. Ну вот развелся, так используй случай. Ну вокруг много хороших женщин, которые готовы строить семью и воспитывать детей. Так нет. Нашел себе дуру Дендомовскую с двумя выродками. А это он у вас в депутаты выдвигается? Он. Ну Дедомовская его накрутила, конечно. Вот он и полез. А теперь все прыгают вокруг него и говорят, какой ты герой, наша надежда. Это он-то герой? Интересно. А что у нас теперь в депутаты с судимостью записывают? Или в нашей стране это уже не важно? С какой судимостью? А он не говорил? Ну как же. Солдаты погибли по его вине. Он поэтому и из армии ушел. Неужели не рассказывал? Нет. Два года условно дали. Хотя должны были дать больше. Дело-то серьезное. Мальчишек из части увезли на какую-то стройку. На ночь закрыли в бытовке. А дверь на ключ заперли, чтобы не сбежали. Начался пожар. А мальчишки не смогли выбраться. Двое из них погибли. А когда это было? Где-то год назад. А вы не помните, там мальчик был по фамилии? Тетерин. Боря Тетерин. Кажется, был. Так это наша тетя Шура и внук. А откуда вы все знаете? А оттуда, что я жена этого вашего депутата. Которая ему рожать не захотела. Нашел. Здрасте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Ничего, он постоит. У нас разговор не длинный. Вы написали очень хорошую статью. А теперь пишешь еще раз. Такую же хорошую, но о другом. То есть? У тебя есть три дня, чтобы найти компромат на этого депутата и размазать его по асфальту. Ясно? Да ну что я могу на него найти? У всех у нас есть недостатки. Мне плевать, есть внимание или нет. Но чтоб к понедельнику ты их нашел и опубликовал с картинками. Иначе ты труп. Труп. Понял? Я больше миндальничать ни с кем не намерен. Надоели. Свободен. Ну какой ты быстрый оказался. Выписаться не успел, а с бабой Роман успел завести. Блин, я тебе объяснял, что я не могу выписаться там, потому что я не могу прописаться здесь. Здесь дом в аварийном состоянии. Я просто не могу. Для прописки в аварийном. А чтоб Романа крутить не в аварийном. Как складно у тебя теперь все получается. А скажи мне, а почему ты раньше в депутаты не выдвигался? Дома не ремонтировал? Что это тебя только теперь на подвиги потянуло? А? Раньше не получалось. Значит, со мной не получалось. А с молоденькой получается. А она знает о твоем прошлом? Узнает. Лед, не надо. Уже. Что уже? Одной дурочке. Рассказала, завтра полгорода узнает. Ей так понравилась моя история. Ледка, ты же сама меня выгнала. Выгнала. А потом дурака пожалела. У тебя чистый лист. Новая жизнь. Ничего у тебя без меня не получится. Потому что это трус и размазня. И никаким депутатом ты не будешь. Когда все узнают, какой ты есть, тебя погонят отсюда поганой метлой. Ты можешь квартиру в отеле нормального поговорить с тобой? Да мне противно идти в твою квартиру. На скорой встрече все равно приползешь ко мне. Жена приезжала, все скатала. Простите, это вы про Евгения Геннадьевича? Да. Который у депутаты? Да. Нет, нет. Точно. Этого не может быть. Вы попадем домой? Ну что? Волк, в водичи, в кури. Я тебе сразу это сказала. Я сразу его не потеряла. Сразу. Да никто ничего не придумывает. Алло, здрасте, это Юрий. Корреспондент. Абонент, вместо газеты. Я нашел компромат. Да. Нет настоящего, но получишь любого выдуманного. Да, конечно. Завтра все будет готово. До свидания. Пойдем, Егор. Ну, поздравляю тебя. С чем? Очередная твоя идиотская идея провалилась. Какая идея? Как какая? Депутаты, справедливость, что там еще? Правенство, братство. Ты о чем? О родственнике, о твоем. Мы все думали, как бы его слить. Он взял и сам слился. Вообще, Евгения, пора бы в людях разбираться, научиться. Все-таки детей моих воспитываешь, как-никак. На, почитай на досуде. И выводы сделай. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Обширный инфаркт. К сожалению, ничего нельзя было сделать. Ужайтесь. Спасибо, доктор. Как же так? Она же мне, как мама была. Мы всю жизнь вместе. Как же так? Как же так? Ой. Ну что, пойдемте к Лиде. Она все приготовила. Помянем. Женя! Жень! Можно вас? Да, Юрий Петрович, я сейчас… Ну, в общем, вы теперь все знаете. Я виноват. Виноват, что сразу во всем не признался. Я знаю, я вас подставил. Ну, и себя дураком выставил последним. Да что, эти выборы… А при чем здесь выборы? Вы вообще понимаете, что вы сделали? Вы понимаете, что мы все вам поверили? Все женщины вам поверили. Они надеялись на вас. Как вы могли нас обмануть? Передворились каким-то… каким-то другим человеком. Да я такой, какой есть. Вы хотели казаться Дон Кихотом. Который готов помогать людям бороться с препятствиями. Хотел. Вы хотели казаться честным и сильным. Хотел. Если бы вы настоящему были таким, вы бы собственными руками передушили ту сволочку, из-за которой погибли мальчишки. А вы молчали. А самое страшное, что вы до сих пор продолжаете молчать. Женя, я прошу вас, поверьте мне, пожалуйста, я… А я вам уже поверила. Маруська вас папой назвала. Она вас любит по-настоящему. Она куклам рассказывает, что… Мама спас принца. А принц оказался просто трусом. А принц оказался просто трусом. ЗВУКИ ВСКРИК ВСКРИК Звучит музыка. Здрасте, Уайл. Здрасте. Я подполковник Александров. Здравия желаю, товарищ подполковник. Майор Короненко здесь, в части? Нет, нет его. Он на больничном. Полковник Семенов? Его нет. Он отстранен до выяснения обстоятельств. ЧП недавно в части было. Понятно. Ну, а командир части — полковник Квасов. Так точно. Ну, доложите ему, что я хочу увидеть. Фамилию запомнили? Так точно. Выполняйте. Есть. Здрасте. Бойцы твои. Ты непосредственный командир. Значит, это отвечать тебе. И потом, в конце концов, есть у тебя судимость, нет у тебя судимости. Какая разница? Ты же не собираешься в президенты выдвигаться? Меня выдвинули в депутаты. Мне судимость не нужна. Тебя в депутаты? О, Господи! Куда страна катится, если такого харька в депутаты выдвигают? Забудь, Александров! Забудь! Купи себе шесть соток и картошку себе там выращивай. Я все равно буду подавать на пересмотрение дела и на снятие с меня судимости. С тебя снимут, а наденут на кого? Кто виноват будет, Александров, а? Вы. Совсем ты оборзел на гражданке? Ладно. А доказывать как будешь? У меня свидетель есть. Ага. Значит, Кириенков свидетеля приведешь. Так он уже под следствием. Семенов тоже. Скоро под фанфары загремит, так что некого тебе приводить. Нечем тебе доказывать-то. Пересмотр от дела. Он собрался. Сопли подотри лучше. А я сопли вытру. Я вытру сопли, я сделаю все, чтобы вас посадить. Понятно? Это я вам обещаю. Ну, делай, делай, делай. У тебя ни один прокурор даже заявление не примет. Понял-то что? Взвали ты отсюда! Не смей. Не смей на меня ржать. Понял? Хватит! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Здрасьте, Нина Гордеевна. Здорова. Глядишь. Да, я просто волнуюсь, может, случилось, что Евгений Геннадьевич, он к двери не подходит, не открывает. И еще вчера на вокзал побежал. С большой сумкой. Зачем? Уехал. Как уехал? Сбежал. Итак, вы утверждаете, что осуждены ошибочно. Утверждаю. Значит, военный суд, военные следователи сделали свою работу плохо и вынесли ошибочное решение. Да нет, но… Так, а в чем дело? Дело в том, что я дал неверные показания. Неверные? Вообще, это классифицируется по-другому. Теперь мы должны открывать дело о даче ложных показаний. Да, я дал ложные показания. Под давлением? Да. Хотя, в общем, нет. Подполковник, вы бы определились сначала. И имейте в виду, расследование мы начнем с ваших действий. Сначала вы вводите следствие в заблуждение, а теперь требуете пересмотра дела. И заявление написано не по форме. Подумайте, и тогда приходите. Давай рюкзак. Наносилась уже. Ага. Мам, ты кого-то увидела? Показалось. Пойдем домой. Здрасте. Здравствуйте. Проходите, присаживайтесь. Вы по какому вопросу? Да я боюсь. Если я расскажу, вы можете меня прогнать. Я вас узнала. Вы подполковник Александров. Да, это я. Я была у вас на суде. Мне нужна помощь. Я хочу найти этих мальчишек, пострадавших. Если они будут свидетелями, по суде, то у меня есть шанс. На. Ирина Сергеевна. Заказное письмо из Москвы. Срочно. Спасибо. Черт возьми. Ну, чего сразу панику нагонять, ну? Ну, проверка, ну. У кого не бывает? У меня на каждый месяц проверки. Ну, все, мне некогда. Да. Привет. Здравствуйте. Это что? От принца, который тебя спас? Это адреса, информация про мальчишек. Те, которые выжили. Литовка, Кувыкин, Курышев. А это Кирилл Самойлов и Борис Тетерин. Те, которые погибли. Вот сколько вам не звонили, так никто не приехал. Бесполезно. Они хотели снести наш дом. Это же незаконно. У нас, понимаете, унитазы сломаны все, перила качаются. Им надо жить на нашу пенсию. Да она за это деньги получает. Не надо бросаться подобными обвинениями. А вы нам не угрожайте. Мы прекрасно знаем, кем работает ваш муж. Мы со всем разберемся. По поводу деятельности жилищной комиссии будет проведено специальное расследование. Вот так. Я двадцать лет на этом посту. Ко мне не было ни одной претензии. Теперь есть. А я вообще не могу понять, по каким критериям оценивать этот дом, что признать его аварийным. Мы и разберемся. Разберитесь. Видимо, произошла какая-то ошибка. Ошибка? Нас чуть в лес не выселили. А для вас ошибка. Никуда вас больше выселять не будут. Живите спокойно. Спасибо. Мне это удивительно, потому что данный дом выглядит гораздо лучше, чем остальные вокруг. Совершенно верно. Потому что мы следим за состоянием недвижимости. Совсем недавно мы провозили косметический ремонт. Да что вы врете-то? Вы же ни одного гвоздя сюда не вбили. Ремонт делал наш сосед Александров на свои собственные деньги. А мы ему все помогали. Частично финансируем не было. Он ходил в администрацию, так и она перед ним дверь закрыла. Были неприемные часы. Совершенно были неприемные часы. Да мы все сколько раз мы ходили. Ходили просили. Граждане, я сейчас призываю всех успокоиться. Я беру ситуацию под личный контроль. Ну и правильно. Неужели? Нет, Дмитрий Алексеевич, это мы берем ситуацию под личный контроль. А по поводу госпожи Крюковой мы проведем специальное расследование. Очень верное решение. И по вашей деятельности тоже. Под документом стоит ваша подпись. Значит, вы были в курсе ситуации. Возможно. Но я был, значит, недостаточно информирован. Мы разберемся. А деятельностью фирмы господина Батаева сейчас серьезно занимается генпрокуратура. Здорово, Лень. Привет, Серега. Что случилось? Чего звонил? Смотри. Семенов у одного из бойцов изъел. Пьяный Классов над солдатами издевается. Весь беспредел зафиксирован. Встань! 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 Кругом! Бегом! Бегом! Знаешь, Жень, надеюсь, тебе это хоть как-то поможет. Жень, ты меня извини, но я в суд не пойду. Ладно, Серега, я понимаю. А за это спасибо. Спасибо тебе. Было бы за что. Удачи. Ну, не волнуйтесь вы так. Доказательств у нас немного. Будем надеяться на высшую справедливость. Ребят, точно придут? Вчера созванивались, они будут. Вот они. Здравствуйте. 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 Спасибо. Спасибо, что пришли. Ну, пошли. В тот день полковник Квасов вывез с территории части четырех моих подчиненных солдат срочной службы и направил их на строительство своей личной дачи. А к вечеру всех четверых отвел в баню на ночевку. А ночью случился пожар. Двое солдат погибли. Где вы находились в это время? Я в части был. Еще утром полковник отдал мне приказание отправить солдат к нему на дачу и оставаться самому в расположении части. Почему вы не сообщили об этом раньше? Испугался. Готов понести наказание. Да, у людей бывают проблемы. Что значит, из-за нас твоя Греция накрылась? Никуда твои путевки не пропадут. Вечером поговорим. Я тебе перезвоню. Да. Может быть. В чем дело? Тихо, 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 тихо. Все, все, все. На протяжении нескольких лет полковник Квасов использовал солдат как дешевую рабочую силу, как храбок практически. Вывозил на строительство свои личные дачи и дачи своих близких друзей. Ну, тем не менее, это нехороший знак. Как это получилось? И посмотри на него, а? Трубку бросил. Пошел. Ходер, полиция, все кушать, смотри, кто. Ну, нас тогда просто затолкали в машину и повезли. Ну, это не в первый раз было. Когда мы работали, нас не кормили. Иногда даже на улице приходилось спать. Присутствовал ли при этом подполковник Александров? Нет. Товарищ подполковника никто не спрашивал. Нас просто брали и увозили. Принуждал ли вас Квасов давать показания против Александрова? Да. Он сказал, что если мы будем говорить правду, то из армии домой никто не вернется. У вас доказательств нет. У нас есть доказательства. У нас есть свидетели и видео, снятые очевидцем, на которых полковник Квасов ведет себя противозаконно. Мы хотим приложить эти записи к делу. У меня больше нет вопросов, Ваша честь. Подожди здесь, я сейчас. Так, стоять, стоять! Не двигаться! Вы что, с ума сошли? Свободен? Да. До Москвы, в Шереметьево, только быстрее. По иску к полковнику Квасову Ивану Петровичу назначить расследование с отстранением его от должности и взятием под стражу в зале суда. Ну, все получилось. Судимость с вас сняли. Спасибо вам огромное. Так, благодарен. До свидания. До свидания. Парни, ну, просто спасли меня. Спасибо огромное. До свидания. Спасибо, привет. Счастливо. До свидания. Привет. Поздравляю. Спасибо. Спасибо, что пришла. Ну что, пойдем домой? Не, я на вокзал. У меня поезд в шесть. Куда ты так торопишься? А знаешь, есть куда. Домой. Ну что ж, удачи. Пока. Поздравляю. Поздравляю. Теперь ты мне веришь? Теперь верю. Я тебе должен сказать, я раньше никогда не решался. Никогда не говорил такого. Я ведь не герой. Я не Дон Кихот. И я многого не могу. Но я люблю тебя. И в этом все дело. И я… Просто… …поедем домой. Его может быть легко. Он и падал. Причём… Я герой. Я неぐ下. Я должен поймать. Субтитры создавал DimaTorzok